Сегодняшнюю дату скажите? Сегодняшнюю дату? Сегодняшнюю дату 4 марта После инсульта разговаривали страшно За инсультом перейдется 22-го юбилей был у нас Бриллиантовая 60 лет как живем А вы можете рассказать о том, как началась война Предвоенные годы Как вы служили на войне? Я признался в 43-м году А на войне там работал электриком Это Ну ты про войну говори, а не про эту Вопросы задала Что до войны После войны Так что до войны-то До войны В 43-м году Ослали уработанные лекарственные заводы В 42-м году Послали меня в Салинград Восстанавливать в Салинград После его освобождения в Салинград Восстанавливали на восстанавливание Крепозаводово-Салинградского Я там работал Полгода работал А потом приехал сюда И в 43-м году Пошел в армию Без армия И поставил в отдельный батальон В Уфе В Баштирии Послали в основном В отдельный батальонный В артирерийский полк Он служил Год В 44-м году В 44-м году уже Послали В армию Над передовою Послал В осуществительные войска попал В Могилеве Могилев Только освободили Там я был Призывал Дело 6 учебных прыжков С парашюта Это войска Большие из Из филей Из филей Из филей Из боев Я попал пополнее Делали 6 прыжков Уже в Салью Упаковать Уже в Салью Это упаковать Уже в Салью Уже в Салью Это готовились Это все Это Открылся в второй год Чечирь уже просил Сталина побочь, чтобы освободили фронт. Сталин как раз пехоту, все это десантик всех, пехоту и фронт на передовую. Как раз под озеро Балатон, Венгрию, там, направили, я туда попал, это 100-й дивизион, что-то 90-й дивизион, вот, зенитой. После этого направили. Прямо я... Ну, говорите. Ну, че уже, Мария, сейчас. Ну, сейчас, вот, соберусь, говорить тяжело. После... Еще, наверное, все на, это, из Белоруссии мы попали на... в эшелон и направили, это, через Польшу, сюда. А я, кажется, попал в это время, кажется, в солдат, в Белоруссии. Солдат в Белоруссии. Это был, это, в районе станции Оврыч, это, в Белоруссии, на Украине. Отстали бы от эшелона. Меня забрали в комендатуру. Отстали, пошли с поводу. За водой ходили. А эшелон уже ушел, пока ходили за водой. Отстали. Ну, пришли к комендатуру, нас отправили в комендатуру, на пересыльный пункт направили. А вот, оттуда три дяди жили в пересыльном пункте. Нас, все, куда направить, нас искали, запрашивали. В Москву запросили, куда десантник направить. Отстали, от эшелона. Ну, они мне дали документы и направили в Зуениград. Под Бандусской. Вот мы там... А мы, как вы вышли, дали талоны нам проездные. Для питания талоны были. А мы, вместо того, чтобы это, в Москву-то ехали, пошли на эшелон. Шепетовку. На станции Шепетовку проходили, проходили эшелон. А нас не брали. Были приказы от эшелона не брать. Говорят, мы там 9 дней жили. Все ходили, эшелон, пока десантники ешли. Все приходили вот на это. Нас просили, чтобы начальника поезда и брали, чтобы нас сняли. Но никто не брал. Ну, пришлось 7-6 дней, то есть 9 дней прожило. Талоны кончились на питание. Пришлось ехать в Москву. Киев, через Киев в Москву. Там был учебный 10-й полк. Девы, говорит, в то время. Вот. Ну, поехали вдвоем-то мы были. Ну, он рядовой был, а я с 6-й жан. Ну, мне говорят, ну-ка, ты с 6-й жан, то дальше пойдешь. А рядовой с ним у них там останется. Ну, они направили меня в Клину, в Клину. Под Москвой. Это вот, в Шаб, в Коизидатский зод, Шаба. В Коизидатский зод Шаба. 9-го корпуса. 9-го корпуса. Авиационно-авиационное дальневое действие. Вот с тех пор я попал в отцове дальней действие. В Клину как раз было там. Это музей Чайковского. Там, в Клину. Вот, от Болевого. Там. Ну, там, а тут война как раз кончится. И, и после пошло, по... Все эти... Это... Кончилась война, там... Салюты все были. И... Поехал дальше. А уже, почти, дальше... Это... Женики, это, какой-то... Было бы, вот, там... Дальние авиации, дальние действия. Ну, вроде так, все, 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 все. Ну, давайте мы вам сейчас зададим несколько вопросов. Давайте. Про военный, Егор. Борис Степанович, вот, вера в Бога. Верили ли в Бога до войны, и что она для вас значила во время ее начала и продолжения? Что? Еще? Вера в Бога. Верили ли вы в Бога как-то до войны, и что она для вас значила во время? А, войны? Да. Ну. А сейчас... Ну, ты верил в Бога? Нет. Не верил? Нет. А вот во время... Во время войны или после нее какие-то, то есть, мнения об этом изменились? В вашем понятии, то есть, начали, вы думали ли, что это он вам помог, то есть, выиграть это сражение? Не болел. Болел? Болел. Болел. Говори покрыть. Он еще плохо услышал. Ну. Крыньте, кррыньте. В общем, после окончания войны, могли бы вы подумать, что это Бог сыграл вам такую роль и помог в битве? Я вообще не думал, что Климента. Но сама жизнь подсказала, что жив и здоров. Берегла, как говорится, отстала от шалона, не попала передовую и вернулся в тыл. Все эти войны, война пришла. Я в то время не задумался. Я был комсомольцем, коммунистом и не задумался на счет Бога и прочего. Но часто, может быть, это как раз и удобно, почему так получилось. Может, Бог мне помог, может, я никаким. Сейчас. Уберег меня. Уберег меня. Не знаю. Ну, в общем, отчасти, скорее всего. Ну, на фронте... Как часто на фронте у вас складывалось такое вот довольно тяжелое положение? И как вам удавалось с этим справляться и не падать духом? Ну, как в Мандерев нас привезли, из Уфы. В Мандерев привезли, привезли. Там, как кормит нас. На поле нас картошку у нас, картошку у нас собирали. Собрали как. Картошка есть. Надо было что-то. И картошку ели так. Не соленую. Соли не было только картошка. Попробуйте, попробуйте. Не соленую картошку есть. Очень тяжело. Потом, там, от 20 километров от Шиуле, это и от Магиева, поле. Там был поле 10-го. И там... Меня при... Определили... Ставшим орудийным... Орудийным мастером. Ты... При... 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 Это... Присягу Гладейскую. Вот. Вот. И все. Я вот тут в трубойник тыла делал. Больше пережила всего это, что они там... Борис Степанович, вот. Еще вопрос. В общем, какую роль в развитии событий сыграл приказ наркома под номером 227 и под названием «Не шагу назад»? Как вы о нем узнали и как повлияло дальнейшее развитие событий этот приказ?